Мы сказали, что гуманат сказал, что человек, который неумышленно платит, сколько она стоит, плюс одну пятую часть. Это неумышленно. Умышленно заслужил смерть с небес. Мораз спрашивает такой вопрос. Человек знал, что кусок жира это хелев, то есть это чарбу, это запрещенный жир, нельзя его кушать. Он знал, что его нельзя есть, но он не знал, что если у него есть неумышленно, он принесет курбан. Если он сделал его умышленно, у него карет и малькот. Но если неумышленно, приносит курбан. Он говорит, я знаю, что это кушать нельзя, но я не знал, что если бы я его съел неумышленно, он сейчас кушает умышленно, я получаю малькот. Там, что он говорит, закон. Мы его предупреждаем, это нельзя кушать. Если он поел умышленно, не знал про курбан, получает малькот. Почему заслужил себе карет тоже. Но кроме этого он приносит курбан тоже. Почему курбан? Он же умышленно съел. Курбан приносится за неумышленный грех. И здесь мы тоже. Почему? Потому что у него весь грех не был 100% умышленным или 100% неумышленным. Часть греха, то что он съел, была умышленно. Но то, что он не знал про курбан, то если бы он сделал неумышленно, это считается неумышленно. Поэтому не 100% грех был умышленным. Поэтому платит и малькот, и курбан, как мы сказали, и карет. Мезид бе трума, щогек бе хомеш. А что мы сказали им так? Что он, мы сказали, что человек поел умышленно эту труму. Он знает, что труму ему кушать нельзя, но он ее съел. Но он не знал, что если бы он съел ее неумышленно, он бы заплатил еще одну пятую. Мы говорим ему здесь тоже так. Что? Ему предупредили, что пусть он получит малкот и заплатит пятую часть, если он съел умышленно, не зная, что неумышленно заплатил бы пятую часть тоже. Но мы здесь так не говорим, мы не говорим, что он должен заплатить пятую часть тоже. Поэтому говорит на ране. Но это в Торе четко ясно написано. Человек, который съест святое. Что святое имеется здесь? Неумышленно. Что все, что он съел, все его действия, полностью этот грех должен быть неумышленным. От начала до конца. Но здесь, как мы сказали, что он знал, что есть нельзя. Но не знал, что если бы съел неумышленно, получил бы штраф в одну пятую. Поэтому мы его не отказывали. Но дальше мы расскажем другой вопрос. Говорили мы, что? Он видит это, он не знает, вот эта пшеница, которая там есть и яблоко, не важно. Это трума или нет? У него сомнения. Это возможно трума, возможно нет трума. Он говорит, что я сто процентов не знаю, я съем. Имел право есть или нет? Не имел право есть. Но он съел только потому, что там было сомнение. Но он говорит, если бы я сто процентов знал, что это трума, я бы не съел. Он говорит, что он умышленно съел сомнительную труму. Что получается? Он считается, что он как будто неумышленно съел стопроцентную чулку. Теперь говорит Мара дальше так. Что здесь получается? Амар и Бьоси. Рабьоси говорит. Адам Ра. Хашаб. Хашаб. Хайаб. Альши готов. Мы показывали, что? Человек, который, мы говорим, что он ест жир. Он говорит, Хелев запрещенный жир. Чарбул. Он говорит, если бы я знал, то я бы не съел. То он съел, он бы себя сдержал. Хайаб Альши готов. Он все равно флотит. Он должен принести корбан как за неумышленную. Он съел умышленную. Он говорит, если бы я знал, что это сто процентов жил, я бы себя сдержал и не съел. Приносит корбан как за неумышленную грех. Амар. Теперь. Он говорит. Человек говорит, слушай, я целый казаец запрета не буду есть. Но половина казаец я буду есть. Как мы посмотрим дальше? Есть спор между Рабь Йоханан и Реш-Лакиш. Рабь Йоханан говорит, что когда человек наказывается, он съел казаец свинины и получает молокоть. Но если съел половину казаец свинины, он молокоть получает или нет, не получает. Тогда можно есть эту свинину, половина казаец или нет? Рабь Йоханан говорит, что не важно сколько ты запретов съел. У каждого запрета, чтобы ты получил наказание, есть размер, но даже меньше размер запрет нарушать нельзя. Потори говорит Рабь Йоханан. Реш-Лакиш говорит, нет. Потори можно, но мудрецы запретили. То есть как бы то ни было, на все равно это делать нельзя. Но разница это запрет потори или по мудрецам? Это спор Рабь Йоханан и Реш-Лакиш. Поэтому здесь говорит так. Человек говорит, я весь казаец не съем, но и съем половину. амар бибун бархия на асахи охир хатси зайд без шагек ва хатси зайд без митр но получилось что он съел весь казайт он хотел здесь только половину думаю что-то маленький размер оказался целый казайт теперь что он должен или нет мы говорим что когда он должен получить морковь когда он уже запрет когда он полностью весь казайт съел не умышленно а здесь он половина сил умышленно половина силнем мощно да он сказал я russell а не буду есть сказал я полой две половинки сия ну сказал я буду есть умышленно я поеду но это половинка вами до умышленную п но оказалось что он поел половину на оказав появился поел целый в размере он пролетел но намерение не было такое половина не умышленная половина умышленных здесь он от хаяпу не обязан теперь в избавление сбора бомбархи я как вывышали рэш лакиш тогда говорим что рабиум бархи идет по мнению рэш лакиш что мы сказать что он считает по торе это запрещено и по торе это разрешено кому-то время разрешили говорит запретили говорить рэш лакиш дома рэш лакиш ахаха ци дает белья миха от патур решил патур что он съел два коза это минус один грамм то есть не два коза это две половины коза это он съел почти один коза это половина умышленно половина не умышленно но полностью все-таки не сел немного не хватало мы скажем что он освобожден или не мара модель обещала на киеве и сура на но все-таки рыбища умер на киеве согласия с рабио хана на в трех случаях что даже в этих случаях даже минимальное количество запрета запрещено который бейс урана когда есть запрет наслаждения что это яйнеса запрещенное вино гольское вино его нельзя только не только пить употреблять но нельзя не упал улучшать какую-либо выгоду человеку который если виноводочный магазин не имеет права продавать гольское вино у модели обещала мелокиш бьем кипури но тоже согласен что в емки пур сколько бы человек не сил запрет поторе не запрет по умы сам запрет не только когда там чуть больше там казать как коктейбет полтора коза это сказать но минимальный размер живем кипур запрещен поторится праздник согласно рискать с рабио хана и также что если он горья половина когда это съем сейчас а потом еще половина и не считаешь что ты съел половина и половина ты считаешь полностью съел ты потом намеряешься этот половину дополнить еще половиной запрет поторе теперь говорим врата я бабау бешен рабио хана амгаме хомет шельтрума локе раби бау говорит со слов рабио хана человек который выпил залпом вино не вино а уксус это уксус какой был уксус был как вино вида вино которое прокисло это что он там говорит рабио хана хомет шельтрума локе получает молоко он умышленно выпил то на самом деле за что человек получает молоко за то что он есть обычным способом уксус люди не пьют это не считать что он все что-то съел ли что-то выпил да то это не сильно это трума он взял и выпил его это трума да вино скисла вино которое было трума но скисло стало уксусом теперь он дал коэну вино вино приносилось в уксус он ее сделал это была трума рабиа бау бешен рабио хана хатко сэски таше трума в руки он говорит тоже рабио хана что рабиа бау со словом человек который взял и стал жевать сырую пшеницу так нормальные люди кушают не кушать несмотря на это получает молоко мы учили брать это на таны амгамея хомет шельтрума человек который выпил как мы сказали уксус трумы как косэс хахита шельтрума человек который пожевал свежую пшеницу к ячменью это закон не относится потому что видимо есть люди ячмень кушают но пшеница относится мешалем это керен вену мешалем это хомиш там бра это говорит что он платит то что он выпил то что он пожевал сто процентов но штраф в пять раз одну пятую не платит почему потому что он все-таки украл он эту пшеницу на 5 долларов он ее прожевал он не украл должен заплатить но почему штраф не платит ты же трума уж так обычно нормальные люди не кушают украсть он украл но то что у него употребил не считается нормальным употреблением нормальной едой поэтому штраф не платит но говори мара ребьёй умер а не умер мишалем керен махомыш ребьёй удахи говорит ребяка дож я говорю ты выпил этот уксус да нормальные люди не пьют но ты выпил ты жевал эту пшеницу нормальные люди не жуют заплачешь сколько она стоила плюс штраф 1 5 мудрецы согласны с рэби в каком случае теперь но до этого хаммин говорит что мы видим отсюда мы видим что так как мудрецы говорят что он одну пятую не платит а только рэби говорит если одну пятую не платит значит малькот тоже не получает уже умышленно это сел должен был получить малькот в одну пятую не платит и малькот не получать но рэби абао говорит что да получает малькот как так и отмечать рэби ирми со слов рэби ими модин хахамим лэрэби мудрецы согласны рэби когда бега мегамея хомет шелклума ахаре тибуло что раньше делали с уксусом брали хлеб и его окунули в этот уксус и так его ели этот хлеб дип теперь что говорит хаммин говорит что если он вот так сначала сел поел хлеб окунувший его в уксус а потом уксус выпил о здесь мудрецы согласны с рэби что да это нормальное употребление уксуса и там заплатит и тортово съел и одну пятую они согласны стоимость плюс 1 5 что этот уксус потом до успокаивает человека то есть сначала он его съел нормально а потом уже он уже привык к этому вкусу уксуса и поэтому это ему не навредит не обычно люди не пьют уксус можно пить но так его не пьют обычно его тора запрещает не не запрещает это трума это то что коэн да да не говорит дать но следующая брать ахаль туматами амбешалем хулин те хорин человек который съел трума которая была там и и и коэн мог покушать не мог раз поел простой еврей должен заплатить сколько она стоила плюс одну пятую чем плотит свежей пшеницы не может пшеницу там и дать почему потому что мы сказали что он плотит этой пшеницы это пшеница сейчас превращается в труму до украины была трума нечистая но сейчас эта трума будет чистая ты должен отдать от чистой продукции кому не нельзя нельзя нечистую кушать нечистая трума сжигается мы сказали в и им шилем у лентами имяца но если все-таки он заплатил за эту нечистую труму нечистый пшеницей митву исполнил то есть он рассчитался рэби рэби на тану мер сом хусомер шокек ма ши аса асу и мезид лоб аса вэлокну теперь рэби на танк говори со слов сом хусом хус говорит так то что мы сказать человек сел нечистую труму должен заплатить чистой пшеницы но если он заплатил нечистый рассчитался сом хус говорит нет он говорит если он это сделал неумышлено по незнанию что так делать нельзя рассчитался но если он знал что должен дать ему чистую пшеницу того отдал пшеницу которая там и ничего не сделал но там антонин научились с вами давным-давно на второе во второй главе мы сегодня уже с вами в шестую говорю пашем говорит все мы там учили но это я думаю мы помним эн тур мин минатаме она того что человек не имеет право отделить нечистую пшеницу за чистую пшеницу да у него есть долго чтобы мне их уж все равно нельзя а там его не имеешь права теперь когда и там получается что понимаем эту мишну там что если он все-таки отделил нечистую пшеницу за чистую пшеницу как труму если сделал не умышленно разрешается умышленно запрещается как мы сказали как говорит сон хус но говорит мара то не вешаем рабе оси брата говорится срубил рабе оси и им тара минатаме алатого если человек отделил нечистую пшеницу за чистую пшеницу бен бешал гэк бен бизит маша оса су не важно как он это делил на пиосы говорит имеешь право делать и умышленно и не умышленно одни чистой пшеницы для чистой пшеницы а ты где хитая даха кистама датаман и хитая датаман кистама даха и ахави теперь здесь у нас спор между рабе оси и сумку что можно изначально отдать нечистую пшеницу за чистую пшеницу или нет и мара говорит интересно что в мнение индивидуум индивидуума в на здесь у нас сумку который она мнение анонимного человека в той мишне то есть как мнение мудрецов в во второй главе и на оборот что мнение единичного человека там в той главе рабе оси который говорит что можно она как мнение большинства в нашей мишне в этой братья получается по какому мнению мы идем мара говорит на этот вопрос мара не отдая не даем и беру решение продолжим на следующем месте паруха дуна и лула аминь